Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у Ларисы Викторовны Мелёшкиной, доцента кафедры дизайна и рекламы Института национальной культуры Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарёва. Здравствуйте, Лариса Викторовна! Скажите, пожалуйста, как Вы пришли к этой работе и этой профессии? С чего Вы начинали? Где Вы родились? Что заканчивали? Какое образование получили? И что Вас подвигло заниматься именно дизайном костюма? Хочется сразу ответить на последний вопрос, которому есть большой подыток. То есть костюм меня всегда, как в образе одежды, всегда очень интересовало. И всегда это очень, как бы, всё начинается с того, что хочется сначала одеть себя, да, потом уже по профессии мы начинаем одевать окружающие нас людей и, как бы, делать прекрасным наш мир. Путь у меня был, да, очень длинный и тернистый. То есть после окончания школы мне очень хотелось заниматься производством одежды, то есть создавать вот эту одежду. И я вообще после школы, несмотря на то, что я её так успешно закончила, я пошла в швейное училище на Портнова. И закончила я Портнова-Универсала. От Саранской швейное училище. Да, на тот момент это был учебно-производственный комбинат, который потом стал швейным училищем номер 37. Не в 19-й, потому что 19-й оно выпускало именно для массового производства, а это вот именно там было, как бы, для индивидуально, то есть для бытового обслуживания. То есть учебно-производственный комбинат от бытового обслуживания. Вот. И мне очень хотелось тогда работать конструктором. То есть тогда, как бы, вот эта профессия дизайнер только зарождалась, но в голове у меня постоянно было, чтобы создавать модели, что-то такое интересное, творить. После школы у меня получилось, что я не поступила, поэтому пошла в швейное училище. И после училища я опять поехала поступать в высшее учебное заведение. Это был тогда технологический институт бытового обслуживания. Вот. Я поступила, и уже, как бы, это у меня была цель моя, да, и поняла, что я эту цель, как бы, вот я поступила, а дальше что? Несмотря на то, что я училась тогда еще в этом институте, я параллельно с этим пошла учиться на закройщика, на закройщика универсала. Это в каком городе было? На закройщика универсала я обучалась тоже в нашем городе. То есть поступила я в Москву, три года обучилась, и параллельно с этим сюда. То есть это был московский вуз, потом уже сюда вернулись, и здесь еще доучились. Да. На тот момент высшее учебное заведение, оно как бы давало образование, и в основном нас напитывали теоретическими знаниями, да, чтобы вот практика, это действительно должно быть в профессиональной пользе. Вот, и когда я закончила закройщика, потом я уже стала искать себе работу именно непосредственно в этой сфере деятельности, несмотря что, как бы, это были вот 90-е годы. Но, тем не менее, почему-то мне не хотелось менять свою эстезию. Ну, не для этого вы столько лет кашли в этом направлении. В этом направлении. Вот, и я работала по профессии в ателье, работала на швейном производстве, работала в предприятии. Вот. А потом, то есть я вышла замуж, у меня родилась дочь. То есть я переехала сюда, обратно в Саранск. То есть вы работали в разных городах? Нет, работала в Москве и в Саранске, да. То есть вот у меня два города, из которых я как бы курсирую периодически. Ну, дочери, ваше передвижение остановили, и мы поняли, что пора уже закрепиться где-то на одном месте, поискать себя. То есть я здесь тоже работала на предприятии, но потом я узнала, что вот у нас на базе Института национальной культуры открыли профессию дизайн костюма. Мне это очень было интересно. Вообще так это... Это был 2005 год. В 2005 году я узнала, что это есть. Но тут уже было как раз два года уже эта специальность существовала. И мне сказали, что там им нужен конструктор. Я набралась смелости, пришла и говорю, вот так и так. Мне бы хотелось у вас преподавать. Как долго ты его? Я оканчивала сиротиной Ириной Львовной. То есть вот спросила... Пришла не на собеседование, наверное, а как на консультацию. Так вот. Она заинтересовалась мной. Сказала, хорошо. То есть это был 2005 год весна. То есть учебная нагрузка тоже стоит. И летом она мне звонит, приглашает. То есть оформляйте документы, собирайте там все какие необходимые документы, приходите. Ну и для меня вообще это был прям такой взлет, как говорится. И с этого началась следующая страница вашей истории, как дизайнера уже, не как модельера. Как дизайнера, как преподавателя. Как преподавателя дизайна костюма. Да, непосредственно по дизайну костюма. Я как специалист в основном была как конструктор-технолог. Но тем не менее вот это вот само создание модели для меня это тоже очень было актуально. И мне это всем нравилось заниматься. И мы работали, то есть в связке, вот как Людмила Николаевна Нарбекова, которая сейчас директором музея ЭРЗИ. Она вела как художник-преподаватель, а я как конструктор-технолог. То есть мы обучаем студентов вот именно дизайнерскому искусству, но в сотрудничестве как бы двух преподавателей. Потому что чтобы как-то усиленно все это складывать. Ну, сразу объясним. Художник-дизайнер, он разрабатывает идею, эскиз, а конструктор-технолог, он уже строит саму конструкцию в ткани, разрабатывает все конструктивные линии, крой и так далее. В 2014 году я поступила в Мордовский педагогический институт Евсевьево. И там я уже закончила как художник-педагог. Уже от чистого технолога, можно сказать, уже к художнику-технологу. То есть вы стали таким мастером-универсалом. Можете не только идею придумать, но еще и воплотить ее. Причем воплотить технически, не обращаясь ни к кому. Ну, то есть я когда обучала студентов, в самом начале всегда говорила, то есть дизайн – это художественное конструирование. То есть помимо того, что вы должны уметь рисовать, вы должны еще это все конструктивно построить, потому что чтобы это все сидело, это чтобы все смотрелось. Ну и в то же время дизайнеры – это вообще воплощение пяти профессий. То есть помимо того, что уметь нарисовать, нужно быть еще и философом, чтобы концептуальная модель была, чтобы это все было обосновано, потом художник, потом конструктор, технолог, и уже чтобы воспроизвести как портной. То есть вот эти вот в связке вот этих с пяти специальностей, тогда вы будете профессионалом своего дела. Ну и при этом в себе всегда на заметку. Ага, вот это я могу, вот это могу, вот это не могу. Значит, надо учиться. Какие были первые коллекции, которые вы разрабатывали? То есть вы вместе со студентами разрабатывали по итогам года коллекцию какого-то костюма. То есть это... Расскажите про вот эту кухню обучения. Мы учим сначала рисовать детей, потом воплощать свои мысли на бумаге, продумывать. А в итоге получается некая коллекция одежды, которую они представляют к защите. И вот на защите они как раз должны проявить все те навыки, которые вы сейчас перечислили. От идеи к концепции и к воплощению уже готовой вещи на манекене. Всегда начинаются замыслы. То есть мы сначала думаем, какая идея основная, что мы хотим показать, что мы хотим передать. То есть передача этого именно народности костюма, идентичности какой-то определенной территориальной, локальной группе. Или это что-то такое, связанное с конструктивизмом, формообразованием, какие-то там перспективные тенденции моды. То есть непосредственно это. И вот это все рождается на замысле. То есть это идет как техническое задание. Мы это непосредственно уже передаем студентам. И они уже начинают выражать вот эту свою идею в виде эскизов. То есть и в то же время, и я тоже так работаю, то есть получается, например, вот этот вымысел, образ, какой-то художественный образ создается, и его нужно непосредственно перенести на эскиз. Ну и сначала это получаются быстрые наброски, как фор-эскизы. И еще вот выражение замысла, оно может быть в двух вариантах. То есть оно может быть исти в эскизном, а может идти в макетном. Некоторые модельеры непосредственно уже работают с манекенами. То есть чем больше профессионализма, иногда эскиз получается как промежуточное звено, вот что-то набросать, чтобы это не забыть. Но если его не нужно для выставки, то его можно сразу воплощать уже в идею. То есть строя конструкцию натуральную величину, ты вот на этой конструкции уже можешь создавать вот этот эскиз. То есть вот чего профессионалы как бы не всегда, можно сказать, афишируют, потому что эскиз это одно. Немножко иногда бывает там нарушение пропорции или слишком хотят много всего воплотить. На рисунке-то это можно все показать, нарисовать. А когда на деле начинается, то оказывается то расстояние, которое они рассчитывали, оно маленькое, например, там как от плеча до талии. И столько деталей может что-то не поместить. А когда уже непосредственно построена конструкция, то там уже вот это выражение, вот этого замысла быстрее как бы воспроизвести, и оно более жизненно. Но в то же время на начальном этапе, именно в обучении непосредственно нужны эскизы. Потому что эскизы легче выразить вот именно как бы вот эту вот идею, замысел какой-то конкретный перенести, перенести форму образования. И на начальных этапах, именно когда и создается вот эта форма, сам вот этот вот эскиз, да, то есть передается через силуэт. И начинающий, будем говорить, начинающий ученик, обучающийся, он иногда и не знает, как эту форму получить, но у него есть вот эта вот идея и образ. И тут уже роль преподавателя именно донести, помочь, как это сделать форму образования, как это сделать художественное конструирование, как это смоделировать, в общем, как сделать это в пространстве. Но и вот в то же время хорошо удобно в макете, потому что некоторые детали, то есть можно сделать расчетно-графическим способом, да, но в основном происходят именно такие простые формы костюмов. А если что-то уже более сложное, например, там драпировки, какие-то различные вот такие усложняющие элементы, они, конечно же, делаются на манекене, то есть макетным способом. И непосредственно, то есть иногда, да, потом сначала делают, как бы, конструкции, а потом, если есть усложняющие элементы, то как раз взаимодействуем с манекеном, то есть какие-то детали макетным образом и их вмещают в конструкцию. И тогда вот получается более оригинальные, такие индивидуальные костюмы. Насколько я знаю, большая часть коллекции, она все равно такой этнической направленности в нашем университете. Это как бы обязательным условием является или это личный ваш взгляд? То есть вам это близко, вам это нужно, и вы разрабатываете, вернее, направляете студентов именно вот в это русло, в русло этники. До работы института я всегда в основном создавала именно вот то, что вот как бы современность, более уличную моду, да, но уже работая здесь в стенах университета, я поняла, что только вот с помощью этнического стиля возможно вот эта индивидуализация, потому как бы вот эта идентичность человека именно вот индивидуальность стиля, потому что мода есть, и есть определенные модные там силуэты, в ткани определенная цветовая гамма, определенные пропорции, да, это все как бы дается, и всем дизайнерам, ну, как бы и модельерам от кутюр, у них тоже есть определенные, как бы, не задания, а как бы такие идеи, концепции даются, и они на это на год, там, на каждый показ разрабатываются. И, то есть в этом может быть повтор. А когда вот именно этническое, вот это переосмысление орнамента и вообще использование орнамента, вот этого декора, оно именно дает вот эту изюминку в костюме. И, как бы, и вот этому мы тоже всегда преподносим, как бы, и студентам, что именно в этом они могут себя лучше найти, лучше выразиться. Ну, в то же время вы не копируете аутентичные вещи, этнографические, например, то есть вы не переносите полностью на ваши модели структуру или расположение орнамента, да, то есть вы не дублируете этого. Вы применяете просто идею, идею этники, идею традиционного костюма, который воплощаете уже при помощи современных средств, линий, материалов и смело вот вводите самые разные материалы в сам костюм, несмотря, вернее, и крой, тоже он совершенно, конечно, не соответствует такому народному крою, общепринятому. То есть этнику вы перерабатываете уже вот в некий такой футуристический, наверное, уже стиль. Есть условная, как бы, стилизация, в то же время именно больше мы работаем на ассоциациях, и чтобы вот передача вот этого культурного кода, то есть передача бордовского культурного кода. Да, стилизацией это тоже не назовешь. Это действительно такое авторское переосмысление самой идеи. Да, но тем не менее мы придерживаем, например, таких традиций, что там все ходы и выходы в костюме должны декорироваться, там, то есть горловинность, ну, то есть мы форму, покрой, конечно, мы не повторяем, потому что это уже историческое, это уже было, и нам надо какую-то вести трансформацию, то есть идти дальше. Вот. Из-за этого все используют, опять же, возможности современных тканей. И в то же время современные ткани как бы требуют свою вышивку, да, то есть мы, нам сложно делать по счету на современных тканях, то есть не всегда мы будем использовать канву, потому что это нам будет давать определенные, тоже она имеет свою структуру, свои свойства, не обладает такой пластичностью, да, когда нам, например, нужно. И поэтому и материал этого требует, и время другое, и время как бы всегда требует создания нового героя, соответственно, нового образа. И поэтому у нас вот идет такое переосмысление. Но тем не менее сам орнамент, иногда мы его масштабируем, увеличим, но тем не менее мы вот это вот, как бы вот можно смотреть на графическом построении, мы все равно его изучаем. Лариса Викторовна, вот отсюда можно очень хорошо перейти непосредственно к самим костюмам и поговорить уже на их фоне и более конкретно о коллекции и о том, что вы хотели этим сказать, что хотели воплотить. Эта коллекция называется «Сударь». Она была изготовлена вот к женской коллекции, которая называется «Сударушка». Здесь сукно, как я понимаю, да, основная ткань. Вот здесь вот пальтовая ткань, тонкая пальтовая ткань такая эта. И отделка – это из павловских платков. Такие вот элементы. Да, выполнены в технике аппликации, то есть настрочены мелким аккуратным зигзагом и декорированы как бы кожаными кантами тесеночками. И головные уборы тоже со стразами и бархатом. С бархатами, с бархатами. Такое достаточно, можно сказать. То есть, с одной стороны, это отсылка, конечно же, к аутентичным тканям и аутентичным материалам, да, то есть как бы и сукно, и элементы павловских платков, и самоцветные каменья. А с другой стороны, это действительно конструктивно, современный совершенно. Если вы хотите убрать весь декор, то будет такое стильное мужское пальто. С подрезами, с такими контрастными вставками. Да, со складками, с возможными. А здесь вот у нас это коллекции студенческих работ, выполнены вот сейчас непосредственно студентами, которые заканчивают в этом году. Они сейчас приступили у нас к дипломному проекту. Коллекция называется «Азорава Тю», что переводится «Хозяйка цвета». Здесь есть вот у нас такой, как бы, секрет, или такой, наоборот, ноу-хау. То есть у нас вот эти ткани, разработанные под руководством Трушины Елены Сергеевны, студентами на первом курсе. То есть они разрабатывали художественный текстиль с Еленой Сергеевной, и сделали распечатку тканей. А уже со мной мы уже создавали с ними модели. Это на каком курсе было? Это уже на втором курсе, как бы, начали создавать эскизные ряды. Ну, как раз у нас было вот это дистанционное обучение, мы ушли в связи с карантином. Вот. И у нас немножечко, как бы, все это было очень длительно, как раз вот в эскизной проработке. И на третьем курсе мы создали вот эту уже нашу коллекцию. То есть как в качестве курсового работы. И здесь каждый костюм выполняла студентка. Это, ну, учащийся, студентка. То есть у нас получается из-за того, что они немножко вот все разноцветные, но тем не менее они все равно выстраиваются в ряд такой образный. И каждый костюм у нас имеет свое название. Но при этом она объединяется в коллекцию. Их объединяет крой, силуэт объединяет, техника пэтчворк. То есть здесь вот в такой технике пэтчворк. Но при этом, как вот всему народу, свойственна такая яркость, самобытность. То есть это все присутствует. Мы ее возили вот в 2021 году осенью на Этноэрата. Это был юбилейный конкурс. Это один из самых престижных конкурсов высокой моды. Это лучший финно-угорский костюм. И там заняли с этой коллекцией второе место. Вот. Ну, тоже как бы... И уступили вы коллекции. И уступили мы своей же коллекции. Там более поздней. Потому что там они, эти же студенты, уже делали следующую коллекцию. Там они более уверенные, уже более усиленно. Как бы она у нас получилась более сильной. Уступили сами же себе. Если вот этот тоже декор все убрать, то у нас будут такие вот современные прям праздничные костюмы. То есть за счет головных уборов мы придаем им этнику и вот это вот такое индивидуальное звучание, что не свойственно как бы для прет-апарте. И вот именно вот эта идентичность, какие-то вот эти культурные коды, мы именно вобрали в декор и в головные уборы. Ну, отсылки к аутентичным костюмам здесь присутствуют, можно сказать, в каждой детали. Это и вот такие шелковые нити с нанизанными бусами. Сразу вспоминаешь ирзянские пулай, и макшанские чимбарского уезда, головные уборы с шелковыми кисточками. Это и сама форма головных уборов, которые копируют традиционные панго. И дополнительные элементы вносят вот такие современные и в то же время исполненные по традициям этническим украшения. И сама техника исполнения пейчворк, это одна из древнейших техник уже народных, когда не было слова пейчворк, а было слово лоскутное шитье. Сейчас Россию связывают с лоскутным одеялом, лоскутный пейчворк, где каждому региону свойственен определенный свой цветовой орнамент. Это у меня есть еще авторская коллекция, которая называется «Времена». Мы ее тоже возили на этно и рата, но это было чуть-чуть более ранее, чем так. Как раз, пока все студенты были маленькие, а вот это выражение творчества из себя идет. И я шила как раз костюмы. Тоже мы ее возили на этно и рата. И там мне за эту коллекцию дали почетную грамоту. Почетную грамоту за коллекцию. То есть они говорят, мы вообще такое первый раз вручаем, что тоже является почетной. Ну, коллекция того стоит. Она такая более брутальная, что ли, по сравнению с предыдущей. Там легкость, женственность, вот такая игривость подачи себя. А здесь уже очень такие строгие контуры и достаточно, не знаю, что-то такое военизированное есть. Здесь как бы рассматриваются, да, такие образы воинов. Такие воители. Воители. И, ну, как бы, воители мордовской земли. Как бы вот это вот. Мужчин все равно мы как выражаем через мужественность, через ихнюю такую силу, могущество. Вот. И, соответственно, получаются такие своего рода воины, но при этом они очень хорошо украшены, чтобы они были красивыми и чтобы все на них смотрели. И вот эту мужественность, вот эту воинственность подчеркивает и ткань. Если здесь легкие, расцвеченные, струящиеся ткани, то здесь даже драпировки падают такими, не спадают тяжелыми складками уже мужскими. Да, очень много кожи, что тоже придает такую конструктивность всему образу, строгость линии. И в женском костюме мы видим то же самое. Те же самые струящиеся драпировки, мягкие, женственность, женственность, да, прикрытые. И женственность, и одновременно, как бы, закрытие вот этого всего. Из жестких, таких грубых, прямых деталей. Ну и в то же время в этой коллекции я тоже воплотила, как говорится, все, что могла, да. Здесь и вышивка машины тоже программировала сама. То есть у нас есть машины, это вышивальная машина, компьютеризированная. Вот. И тут техника и аппликации, и декорирование стразами. Лариса Викторовна, вот эта коллекция, она где-то перекликается с предыдущей, да, какими-то конструктивными деталями, где-то цветом даже, таким глухим красным, черным акцентами. И в то же время тут совершенно другой образ и другое воплощение. В образе у нас сначала это было как вечерняя мода. То есть вечерняя мода, вечернее платье. И поэтому у нас какая-то такая была небольшая ассоциация с черным цветом. Вот. И потом уже пошел декор, то есть декорирование непосредственное, но связанное опять с этническим стилем и с мордовской тематикой. То есть у нас вот мордовский национальный костюм, он плотно всегда с нами перерекается. Может, его сейчас тут и как бы трудно заметить, но в орнаменте, как в геометрическом и непосредственном орнаменте, он взят у нас именно из мордовского национального костюма. И эта коллекция, то есть выполнена под руководством мной и Трушиной Елены Сергеевны. То есть как художественный руководитель непосредственный Трушиной Елены Сергеевны, и конструкторско-технологическая часть идет следовать за мной. И здесь тоже каждый студент выполнял свой костюм и воплощал свои идеи непосредственно в образе, в костюмом в построении, передача торнамента, его декорирование. Но и в то же время вы можете заметить, что все костюмы именно сделаны качественно, с таким трудоемким подходом. Очень костюмы сложные, многослойные. Да, и здесь каждая деталь, она сложна сама по себе. И даже самые небольшие, казалось бы, накладные элементы, дополнительные элементы, накладные баски, пояса, все равно они сложные по крови, такие интересные. И несмотря на то, что вот эта коллекция тоже повторяет, нет, несколько тканей, да, то есть присутствует и кожа обязательно, да, и цвет, и она смотрится более праздничной, да, действительно, такой нарядной, более игривой, что ли, чем предыдущая. Буквально на каждом квадратном дециметре присутствует какая-то декоративность, да. То есть здесь вышивка, которая дополнительно декорируется бусами. То есть орнамент здесь не вышит, а выложен шерстяной нитью, которая вот нашита на ткань. Тоже очень интересный такой прием творческий. Мы все стремимся делать как можно быстрее, ограниченного времени, и поэтому ищем пути как можно более быстрого исполнения. Какие-то детали ручные, которые именно еще придают именно вот эту красоту костюма, мы оставляем ручными, а некоторые виды техник стараемся сделать как в более таком ускоренном, то есть машинным вариантом, да. Без ущерба для общей идеи, без ущерба для всего остального, для качества. То есть какие-то новые техники приема, получается, которые используем? Лариса Викторовна, я желаю вам дальнейших творческих успехов, еще больше идей, и главное, студентов. Студентов творческих, неленивых, главное, потому что это действительно очень тяжелый, кропотливый, ежедневный труд. Спасибо. Не только придумать идею костюма, но выполнить ее, воплотить, довести до совершенства, и до того состояния, которое не стыдно показать ни комиссии, ни на высоком подиуме. Поэтому, конечно, здесь должен быть очень-очень работоспособный человек. Да, но и тем не менее, тоже очень много зависит от студентов. То есть когда, если им это... Мы в то же время и стараемся прививать им любовь к костюмам, любовь к искусству, но еще как бы необходима от их желаний. И если это все совпадает, если у них это желание есть, то у нас, конечно, начинают рождаться вот такие результаты. Всех желающих, которые хотят заниматься дизайном костюма, которым всем это интересно, молодых творческих людей, я приглашаю к нам учиться на дизайн костюма Институт национальной культуры. Ждем вас с нетерпением. И будем рады вас учить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова